Визица эра, светлый годов, клич пионера, всегда будь готов. Кажется, те времена, когда каждый советский школьник мечтал построить машину в Риме, не все-таки наступили. Сегодня здесь, в доме Брагина, Хвусолье. Внезапно ветераны педагогического труда снова оказались в числе пионеров и тимуровцев, в числе тех, кто помогает старшим, следит за придомовой территорией, дежурит после уроков и ездит на целину. На открытии выставки «Школьная копилка» педагоги долго разговаривали и вспоминали свои советские школьные годы. Татьяна Петухова до сих пор бережно хранит переписки с одноклассниками, школьные альбомы, вырезки из газет и открытки. Я всегда зачитываю поздравительно открытки, они удивляются, как это я все храню. Татьяна Петухова до сих пор встречается со своими одноклассниками, знает их детей и внуков. Все фотографии из года в год собирает в обычную синюю канцелярскую папку. В итоге из этого архива родилась ее собственная книга, я вспоминаю. Кажется, что ее жизнь к этому готовила, ведь еще в школьные годы она была руководителем стенгазеты. Мы отвечали по любому поручению, но за каждого своего одноклассника. Если ты ответственный за учебу, за успеваемость, значит, ты отвечаешь за этого ученика, ты его подтягиваешь. Если ты вожата, ты заботишься о младшем поколении. Хотя это разная совсем работа, но она обязывала иметь вот это сообщество класса, которое заботится друг о друге. Пионерские барабаны, школьная форма, старые учебники и табели. Школьные предметы по крупицам собирали из личных архивов и фондов Усольского музея. Усольчане приносили свои дневники и буквари, а в итоге в доме Брагиных появилась целая экспозиция, посвященная советским школьникам. Мне кажется, когда мы общаемся по поводу советских школьных времен, то все сразу вспоминают именно про чернила и про пасты. Так вот, как раз в доме Брагиных на выставке вы сможете прийти, посмотреть, все потрогать, пощупать и окунуться в советские школьные годы. Начинаем мы с алфавита, вообще с кириллицы. Вот она, настоящая кириллица, 49 букв. Каждая буква со значением, все со значением. Это выставка – продолжение проекта «Земская школа 19 века». Тогда классы еще делили на мальчиков и девочек, а на предметах изучали кириллицу и старинные измерения – аршин, локоть и сажень. Для всех желающих сотрудники музея проведут урок, чтобы еще более точно разобраться, какой была старинная земская школа. А уроки в земской школе у нас идут и продолжают идти, поэтому кто желает не только посмотреть на выставку, а еще и погрузиться, он попросит, чтобы для него провели урок в земской школе. И такое занятие для него проведут. Он будет читать, писать перышком и задачки решать по задачам того времени. Так что, пожалуйста, милости просим. Снова сесть за школьную парту, научиться писать красивым каллиграфическим почерком можно именно в Доме Брагиных на экспозиции «Школьная копилка». Выставка будет работать в течение двух месяцев. Можно предварительно записаться по телефону или сразу прийти в музей. Работает он каждый день, кроме понедельника и вторника с 10 до 6. Контакты сейчас на вашем экране. Елена Силакова, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья.